всем привет третий эксперт автомобили с пробегом давайте посмотрим что есть наличие и по каким ценам давайте начнем вот с этого rapido skoda rapid 18 год понятно что привод передняя механика 3 владельца пптс 16 литра объем и 90 лошадок пробег 66 тысяч пятьсот шестьдесят девять километров напомню что практически без пяти тысяч девятьсот машина стоит с движком то 1 6 и 90 лошадок на литье сзади барабаны тормоза тут что руль в коже экранчик довольно таки большое не понятно что сиденье тканевый салон у нас аккорде каких-то особых сексов нет задней датчики парковки и датчиков ничего нет а ну честно говоря вот мне вот такой оси больше нравится чем сейчас обновленный а где посмотрим что тут автомат кожаный руль что-то кожа уже педать это все дряблые тканевый салон климат стоит кондиционер подряд сидений смотреть сколько стоит киосит год 18 1 миллион 145 тысяч рублей 100 300 лошадок автомат и пробег 74 тысячи 612 километров один владелец пптс ну и также программа 3250 тысяч такой цвет интересный счет эти фары помните ваты бьет хоба такая блин балда скажу вот это фара стоит все шутили что мол вот еще чуть-чуть бы и уже до стойки фара дойдет ну такой дизайн джук nissan туманки смотрим двенадцатый год 195 тысяч рублей передний вариатор три владельца пптс то есть нас лошадок и пробег 904 тысячи четырнадцать километров давайте посмотрим салон что тут упыханный нет nissan руль в коже такой же немного потертый автоматик че тут вариатор тоже ну так вроде неплохо все сохранилось что тут дальше смотрим автомат кожаный руль какие-то еще кнопки есть на руле тканевый салон есть аэрбэги смотрим киосит одиннадцатый год 135 тысяч рублей автомат привод передние два владельца 122 лошади и пробег 284 тысячи четырнадцать тридцать два километра вот такой вот киосит согласитесь вот это смотрится поинтересней largus четырнадцатый год 395 тысяч рублей механика один владелец 8 4 лошади и пробег шоу 287 тысяч 25 километров долго он будет стоять я так понимаю этот этот ларбус даже на запчасти наверно так считать и купить если это дорого будет это corolla 11 год 725 тысяч рублей привод передний автомат 3 владельца 124 лошади 218 тысяч пробег лихо такие вот пробежные автомобили тоже наверно стоять будет долго там как-то я не раз снимал в эстонии тоже от эти машины там есть большие стоянки вот ну почему-то тогда никому не интересно было по удаляло эти все ролики так вот получается что там говорят машина дешевые в ничего подобного там тоже что дорожает и то есть машины вот которые допустим здесь вот 11 года 10 лет 10 лет и дашь туда даже бывает которым по 8 лет дать такие машины стоят дешево но там и пробеги уже там по триста пятьдесят тысяч это там ну как бы я сколько с ребята разговаривал не 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 типа у нас еще строго типа не скручена опять же не факт так вот получается что смотришь машина стоит 5000 евро ну вроде как и внешне стыка неплохая все подходишь а машине уже там 12 раз лет и пробег уже где-то по 300 или за 300 соответственно машинка допустим с пробегом ну там не знаю там тысяч восемь до девяносто тоже будет стоит такая машина тысяч восемнадцать долларов этих евро вот соответственно вот так хотя тоже она будет забушка там далеко все не так однозначно камни смотрите в 6 датчики парковки присутствует белый цвет литье тонировка уже имеется свой доступ вот видите как стандартно кожаный салон и светлый после пол руля в дереве цветы камни десятый год 795 тысяч стоит машина привод передний автомат 4 владельца по птс 277 лошадок 300 литра 195 тысяч километров пробег вот смотрите ну грубо города 200 тысяч пробег автомат 4 владельца было и здесь 277 лошадок да вот такая вот камни еще раз без 5800 и вот стоит вот такой джук да здесь у нас 113 лошадей варик и пробег из-то 5 вот вы что купили или вот еще стоит сид 1 миллион 145 уже год 18 ну и вот опять же да у нас rapid еще раз давайте посмотрим 67 тысяч пробег 90 лошадей механика ну то есть дохлый дохлый мотор и пробег 67000 и тоже три владельца а там получается что здесь почти 900 там почти 800 камри до 277 лошадок автомат правда и пробег почти 200 ну так это же все-таки камни как считаете вот смотрите вверх состоит штампу колпаки год 18 845 тысяч механика привод передний понятно один владелец по птс стоять 6 лошадей пробег пятьдесят две тысячи триста сорок девять километров опять же недавно читал кто-то писал мол типа да блин а типа купила и весту проехал на ней 95000 и сдыхался и типа от нее это уже нормальный пробег то есть как бы уже такой пограничный да в принципе почему нет ну поменял это менял ради бога в белом цвете машина дефлекторы гриллинги все здесь имеется так здесь такой движочек 106 лошадей сзади барабаны ну так вроде внешний вид неплохой надо первыми что там внутри и тогда вы это дали брызговики присутствует тонировочка и датчики парковки еще один сид но ведь белый цвет релинги имеется двухцветные такие диски оболтает от на никакие страшные не жили нельзя было покрасить но видимо нет не до этого была резина гудыр легкая ценировка автомат а нет механика тут механика руль не в коже тканевый салон мы смотрим что просит за эту машину весу 95000 рублей механика один владелец смотреть лошадок и пробег 138 тысяч 729 но практически 139 круто круто наверно все таки нет смысла за миллион такую машину покупать как считаете x-ray 16 год такой красный цвет диски двухцветные черные крыши и черные зеркала читаем 655 тысяч рублей робот стоит 120 лошади и пробег 69 тысяч 970 километров практически 70 тысяч пробег это у нас юбилейная версия увидим 50 лет автоваза было вот такая вот тогда выходила машина 50 ну да что дается резина как видите так то опять же внешне вроде неплохо тут некоторые нюансы присутствуют задние датчики парковки тоже вот шильдик юбилей ну не знаю когда он только появился как-то вот да все ухты а потом как-то мол типа нафига и брать вот такой вот хэдж когда есть веста тоже с хорошим клиренсом и в котором место больше это далее возможно люди и правы и мне судить идем дальше камри датчики парковки присутствуют тренировка имеется литье хром в круг антенны что-то тут вообще ниже вообще никакой давайте читать то это камри 14 год где миллион двести сорок пять тысяч рублей автомат до владельца по птс бензин стосят одна лошадь и у пробег с двести шестьдесят две тысячи тридцать два километра но говорят что вот у нас эта машина популярна об европе до к европе и и не было там стоял это весь из постоянно всего только буквально недавно она стала продаваться в европе там смотрите нас новиночка не было этой машинки шероле круз вот вы как считаете плохо что ушла такая машина с машинкой или нет я считаю что в принципе чем больше всякие модели тем лучше опять же конкуренция ну и соответственно то-то как-то где-то хотя по нынешним то временам как бы тоже немало машин этих разных моделей да а вот пофигу конкуренция конкуренция а цены дружно поднимает всем такой ярко-красный цвет пожарные вообще конкретный огромный тоже фары туманки присутствует какое-то интересное литье смотрим шевролей круз тринадцатый год 65 тысяч рублей механика два владельца 141 лошадь и пробег 35 тысяч километров станем салон вот эти вот тоже здесь вставки тканевая тогда нашимели не знаю как он руль в коже в принципе такой салончик неплохой хотя про машина это говорит что дохлый мотор насколько дохлый не знаем тут она же все же махеры надо что было только 200 как минимум лошадей чтобы вот камаз обогнать а что получается что слишком 140 лошадей или 120 уже никак камаз не обогнать может просто нужно лучше голову включать все вот это вот писать кирилл вот смотрите нормально же машина была да вот нет надо опять же сделать рестайл что переделали то морду перерисовали и за все типа рестайл а суть то не поменялось дай моде долбу на эти рестайлы что-то сюда опять же все движется вперед все это те электроника мультимедиа бац новый экран бац то-то 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 он сейчас керри 22 модельного года продолжал на 10000 а теперь комбинации люкс появилась новая мультимедиа система восьми дюймовый то есть которая раньше ставила столько в комбинации style и что круто стало круто но сразу бац и цена поднялась из-за этого на 35 тысяч рублей вот и все вот и думай стоит ли или или не стоит смотрим кирилл двенадцатый год 595 тысяч рублей механика два владельца 107 лошадок и пробег 105 тысяч 147 километров данный салон понятно грудь не в коже такой совсем простецкой комбинации дисковые тормоза еще здесь идет наш лада гранта датчики парковки присутствует белый цвет черные такие ручки и белые диски магнитолка или владели ставил или в салоне гранта двенадцатого года 315 тысяч рублей автомат один владелец и маста восемь лошадок 8 3279 километров но это же программы трейд-ин с выгодой до 50 тысяч здесь присутствует снизу как видите стоят заглушки и вот у нас еще появилась какая машинка новая elantra рестайл год выпуска 19 пробег 8 8 606 км седан и белый бензин 16 128 лошадок автомат такие вот дела миллион триста двадцать пять тысяч рублей ну вот смотрите то человек проехал на машине 90 тысяч до практически это опять же по то есть такой пограничный пробег здесь как бы до машина 19 года 19 20 то есть три года принципе в машине всего-то ну вот он решил продать при таком пробеге если есть деньги почему нет почему не давать и не купить новые вот опять же пишите что мол да ну нафиг типа движок фиговый типа не ресурсные вот она 200 тысяч не отходит а нужно ли чтобы она сходила это опять же это первое второе а кому это нужно тому кто пишет или что вот я не понимаю у всех разные критерии у всех разный подход правильно вот поэтому да согласен сейчас когда цены подражали как-то машину будут я так понимаю реже менять на новые и тем не менее и меньше ну где-то как-то вот это остается что при каком-то пробеге лучше машину продать и купить новую а если же есть деньги тем более среди нас какая белая машинка киа венга шестнадцатый год 795 тысяч рублей 103 тысячи пробег 124 лошади автомат один владелец вот такая машинка и вот еще citroen ds3 11 год машине 10 лет 595 тысяч со всех лошадей механика два владельца по птс пробег 112 394 километра такая своеобразная машинка ну это уже какие-то не знаю опять же фанаты купить да какие-то вот чего-то такое любители экстравагантного я так думаю долго это камушка будет продаваться еще один x речек такой бордовый цвет так-то вроде смотрится неплохо смысле никаких эксцессов налить и тонировка присутствует механика смотрим восемнадцатый год 735 тысяч рублей механика 1 владелец 106 лошадок 64 тысяч 225 километров пробега снизу заглушки datsun 37 5000 механика 2 владельца птс 8 лошадок пробег 125 тысяч 654 километра тканевый салон понятно вот такая вот машинка линзованный цвет разделение было интересно у даст у нас он есть ли зону все-то у гранты как не было так и нет но соответственно навсегда и дешевле было гранта снизу заглушки 385 тысяч четырнадцатый год механика 2 владельца 8 7 лошадей пробег 103 тысячи шестьсот двадцать шесть километров тонировочка машинка ну так внешне вроде как неплохо все штампы колпаки стоят кстати лада калина 16 год 485 тысяч рублей механика 1 владелец 8 7 лошадей 85 тысяч пятьсот десять километров пробег вот такие ринги здесь присутствует тоже штампы и колпаки с тонировкой ларгус тоже тренировка рейлинги штампы и колпаки присутствует и естественно механика тринадцатый год 495 тысяч рублей механика 2 владельца 104 лошади и пробег почти 169 тысяч такой вот ларгус но оставила такие доли стала да это вот потом пошла и что сильно изменилась только мухом мордой и задайся а машина подорожала колпаки здесь смотрю керри двадцатый год 1 миллион 225 тысяч рублей автомат один владелец 123 лошади и пробег 32994 километра белый цвет ну не знаю не знаю вроде так конечно неплохой вариант небольшой кранчик здесь руль в коже еще какие-то кнопки из на руле присутствует климат стоит подряд руля подряд сидений двуступенчатый и наши солярис руль не в коже автомат 4 ступка старенький стоит кондиционер смотрим двенадцатый год солярис пятьсот семьдесят пять тысяч рублей автомат 4 владельца по птс 107 на шаде и пробег 136 тысяч 784 километра и движок 14 еще такая можно дорестайловая так вот такой аппарат вот сандерик стоит 14 год кстати французы сняли с продаж рено сандера и рено логан в бразилии мексике по моему в аргентине то есть из америке эта модель вот эти две модели тоже ушли потому что как заявили в рено ну типа не считались как бюджетные а видите как все получается что идет развитие вперед ну как бы новые платформы там у все да потом вот это все электроники куча не только там развлекательные все эти там датчики парковки там всякие абс и там бла 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 вот если вот в эти модели все это опять же напичкивать то они больше дороже и дороже а позиционироваться не как это то есть менять нужно полностью из кузове то далее то есть это им было невыгодно соответственно рено как сказали что они будут уходить из этого дешевого сегмента соответственно не знаю у нас будут или не будут вот и как долго еще эти обновленные логан и сандера но вот все равно сказала что будет уходить с этого рынка дешевых моделей 14 год 585 тысяч механика один владелец 82 лошади сто шесть тысяч пятьсот один километр такой вот сандерик конечно да вот смотрите стоит обычно сандера и вот этот стоп вей конечно это смотрится по интереснее повыигрышнее он и и чуть повыше соответственно повыше то он из-за чего из-за вариатора литьем туманки имеется смотрим сезонница 5000 рублей машина стоит шестнадцатый год механика молодец и 113 лошадей 50 до 1 тысяча 321 километр ну не знаю многие пишут да классная тачка я не спорю она может быть и классная но в нынешнем виде это машина просто вообще пипец вот приходишь стола смотришь ну просто вообще машину напрочь разделе вот вообще все что можно идет в описании как этим доп оборудование типа хотите тот и докупить и докупить и докупить и и в итоге получается если более-менее машину собрать вот все самое такое более-менее необходимо уже машина уходит в цене за миллион сзади барабаны как видите датчики парковки имеется у нас лежите ford тоже такое литье какое-то все покоцанное механика ford мандео 11 год 595 тысяч рублей механика 4 владельца 120 лошадей и пробег 117 тысяч 497 километров тут что-то с фарами какие-то уже проблему надо полировать ну да и стоит с той стороны ну вот еще датсон давайте смотреть датсон он до 15 год 395 тысяч механика один владелец 87 лошадей 127 тысяч 185 километров тонировка что такое да еще причем такая глухая тонировка до сих пор спрашивают а где датсон это мы с вами да такие замороченные вот по автомобилям есть такие которые и не очень поэтому и такие вопросы задают ушли с нашу рынка датсон и все их нету это уже как история возможно уже более привычные модели могут уйти потому что цены ахова еще и далее ну что вот такие модельки пишите комментируйте всем пока счастливым пишите комментируйте все что-то Продолжение следует...